В этом видео вы узнаете о самых невероятных достижениях в сфере строительных технологий. Вы узнаете про то, как самостоятельно сделать идеальную облицовку из кирпича, про то, как навсегда избавиться от шумных соседей, про самовосстанавливающийся бетон и, конечно же, про информационную строительную модель BIM. Однако обо всём по порядку. Поехали! Хотели бы вы получить полноценный бассейн, но при этом без особых усилий и финансовых затрат? Что ж, с этим современным инновационным набором полимерных панелей Procopy эта фантазия вполне реализуема. Любой желающий может обзавестись своей персональной мини-лагуной и при этом в очень короткие сроки. Прочные нержавеющие панели, которые вы сейчас видите, выполняются из переработанных материалов, таких как стаканчики из-под йогурта, и изготавливаются в нескольких размерах. Один из самых распространённых комплектов – комплект 5800. Он позволяет построить бассейн площадью 108 квадратных футов. Лёгкий вес панелей обеспечивает быструю сборку, лёгкую транспортировку и эффективную переноску. Ещё одним немаловажным плюсом является тот факт, что панели Procopy сконструированы для сборки, не требующие инструментов, болтов и гаек, что значительно ускоряет постройку. При этом для соединения двух полимерных панелей используются специальные самозапирающиеся замки и установочные штифты. В общем, как видите, технологии не стоят на месте, и это ещё далеко не самое интересное изобретение. Команда рабочих из Бельгии считает, что её продукт дешевле, проще, красивее и технически лучше конкурентов. Речь идёт об особой фасадной строительной системе «Фасад Клик» – технологии, которая позволяет класть традиционные облицовочные кирпичи друг на друга с помощью соединителей из полиэтилена. При этом процесс постройки происходит так же быстро, как если бы вы строили из конструктора. Плюсов у такого способа выкладки хоть отнимай. Во-первых, облицовку можно проводить в любую погоду. Во-вторых, не требуется ни раствора, ни воды, ни других скрепляющих строительных составов, благодаря чему выложить кирпичи можно самому, без помощи профессионалов. Для крепления же последнего ряда используются специальные саморезы. Ну и, конечно же, стоит ли говорить, что с таким подходом процесс пойдёт в 10 раз быстрее, чем при стандартной выкладке. А если вдруг возникнет проблема или вы захотите внести поправки в конструкцию, кирпичи можно легко демонтировать и переложить. Конечный результат не только сопоставим с классически выложенной стеной, но и в несколько раз превосходит её в прочности. Такой вариант также намного дешевле своего традиционного аналога. Кстати говоря, если вы не захотите заморачиваться на кирпич или связываться с затяжными проектами, всегда есть альтернатива. Например, вы можете использовать для постройки будущего дома или офиса специальный блок-контейнеры, модули, приспособленные под жильё, служебные комнаты и другие помещения. Эта уникальная и практичная технология напоминает конструктор. С помощью готовых блоков за короткие сроки можно собрать здание любых размеров и любой планировки. Отличный способ убить двух зайцев, так как в этом случае от ускоренного темпа возведения сооружения качество постройки нисколько не страдает. Помочь с возведением модульного дома сможет производственное объединение «Система», которая специализируется на проектировании, изготовлении и монтаже быстровозводимых зданий под ключ. А мы двигаемся дальше. Кутэк-Лютюр. Производитель этого забора говорит, что это отличное решение для того, чтобы защитить ваш сад. Устанавливается конструкция следующим образом. Сначала монтируется основание, а затем вставляются панели. В результате вы получаете прочный и простой в уходе забор. Кстати говоря, сооружение не только выносливое, но еще и экологичное. Оно не несет вреда окружающей среде, потому что выполнено из переработанного пластика. То, что касается установки, то здесь ничего сложного, и поставить забор вы можете самостоятельно, без какой-либо посторонней помощи. Достаточно просто следовать инструкциям видеоуроки, который компания специально записала и выложила на своем веб-сайте. Если первоначальная минималистичная версия забора кажется вам простоватой, для этого Кутэк-Лютюр придумала отдельные декоративные панели. Здесь вы можете поэкспериментировать и проявить немного креатива. В целом заборы поставляются с 15-летней гарантией. Каждая из шестифутовых панелей стоит 17 долларов. Ну а мы переходим к следующей продвинутой технологии. Вы музыкант? Занимаетесь звукозаписью? Или у вас просто очень шумные и неугомонные соседи? Что бы то ни было, Rockwell обеспечит вам тишину и спокойствие, которых вы так долго ждали. Перед вами блоки минеральной ваты, которые получают путем плавления минералов печи и извлечения из них волокна. Технология показала себя с превосходной стороны. При правильной установке она может снизить уровень шума на 57 дБ. Блоки из минеральной ваты – оптимальное решение как для частного дома или квартиры, так и для использования в коммерческих зданиях. Например, подобная звукоизоляция подойдет для баров, игровых комнат или отелей. Стоит отметить, что стеновые блоки удобны в транспортировке, не токсичны, не гниют и не представляют интереса для грызунов. А следующий лайфхак для тех, кто живет в дождливом поселении и устал от ухода за капризным газоном. Еще одна удивительная инновация, которая появилась совершенно случайно и представляет собой заимствованную структуру строения пчелиных сот. Очень простая идея оказалась потрясающе гибкой и функциональной. Технология изначально появилась в Ельском университете, где ученые изучали структуру сот. Все началось с того, что один из сотрудников заведения собрал небольшой массив из питьевых трубочек и заметил, что получившаяся структура сильно напоминает соты. Так, собственно говоря, и появилась задумка. Флексикомб – это тысячи полипропиленовых трубочек, соединенных в полотно, которое образует гибкую матрицу и которой можно придавать разные формы. Такая структура отлично пропускает свет и ее часто используют для изготовления декоративных элементов освещения. Дрейнбейс – она же дренажная база для искусственного газона. Данная разработка является инновационной системой буферизации воды для идеального водонепроницаемого покрытия с искусственным газоном. Изготавливаются дренажные плиты из полимерного материала высокой плотности, какой обычно используют для изготовления крышек для бутылок и ящиков холодильника. Процесс происходит следующим образом. Дренажное основание собирает ливневую воду в специальные ячейки под плиткой, а затем через некоторое время позволяет ей постепенно просочиться в землю. Система значительно повышает долговечность искусственного дерна. Таким образом, газон не высыхает и не страдает от переизбытка влаги. В целом, каждые 11 квадратных футов дрейнбейс рассчитаны на то, чтобы собирать до 8 галлонов воды. При этом стандартная плитка имеет площадь 24 дюйма. Цена за одну плитку составляет 25 долларов. Вы когда-нибудь задумывались, из чего делает это разноцветное покрытие для детской площадки? Если вы еще не знаете, то сейчас мы вам расскажем. Мокрая заливка представляет собой защитную поверхность из резиновой крошки, поглощающей удары. Изготавливается вэтпор из специальных резиновых гранул с добавлением полиуретанового клея и красителей. Пеллеты же производятся в Швейцарии с использованием синтетического каучука. Конечный результат не только снижает риск травм, но и устойчив к изменениям температуры, осадкам и даже шипованной обуви. Покрытие производится в виде готовых к укладке рулонов. Причем делается все прямо на месте. Специалисты делают крошку в специальной емкости по особому латинскому методу. Сам процесс укладки проходит довольно быстро, однако прежде чем наступить на поверхность, придется подождать не менее 24 часов. Как вы уже поняли, заливке можно придать любой цвет, поэтому покрытие при желании можно украсить различными узорами, рисунками или в случае спортивной площадки необходимыми надписями. Знаете ли вы, когда была изобретена металлочерепица? Этот популярный кровельный материал восходит к началу 80-х годов, когда финская компания Ранила впервые произвела профильные листы стали, покрытые полимерным защитным слоем. Внешне похожий на керамическую черепицу, продукт быстро приобрел популярность и сегодня встречается на стройках по всему миру. И не напрасно, ведь металлочерепица пригодна для использования в температурном диапазоне от минус 58 до 122 градусов по Фаренгейту. К другому преимуществу строительного изобретения относится относительно простая установка. Металлочерепица ценится за легкость. Удельный вес одного метра в квадрате составляет около 5 килограмм. Для сравнения, один квадратный метр керамической черепицы составляет 38-40 килограмм. У шифера – 10-50 килограмм. Как видите, разница огромная. Кстати говоря, именно данная характеристика металлочерепицы позволяет удешевить не только конструкцию стропильной системы, но и всего дома в целом. В 2020 году ученый вместе с командой из Университета штата Мэриленд в Колледж-парке изобрел экологический материал, а если быть точнее – прозрачную древесину. Не верите? Посмотрите сами. Это прозрачное дерево минимум в 5 раз прочнее и легче стекла, а также термоэффективнее. Эти же характеристики делают его намного интереснее пластика. Среди других преимуществ сырье возобновляемое и не наносит вреда окружающей среде. Дерево бальса, из которого и изготавливается материал, растет быстро. За 5 лет саженец превращается в полноценное взрослое дерево. При этом затраты на производство намного ниже, чем для производства стекла, где присутствует ощутимый углеродный след из-за расходов на отопление и электричество. В целом прозрачное дерево довольно гибкое, так как в его составе присутствует натуральная целлюлоза. Чтобы добиться эффекта прозрачности, древесину бальса вымачивают в специальном растворе, а затем в древесную структуру добавляется эпоксидная смола. Прозрачная древесина, или, как его еще иногда называют, древесное стекло, можно применять вместо традиционных стеклопакетов, либо в качестве вставок в строительных конструкциях. Еще одна не менее впечатляющая новинка – самовосстанавливающийся или самоисцеляющийся бетон. Согласитесь, звучит как изобретение из фантастического романа, однако, тем не менее, оно так же реально, как и мы с вами. Видите ли, бетон – очень надежный и давний строительный материал, однако он теряет свои свойства при трещинах, так что над его современным апгрейдом трудятся многие специалисты материаловедения во всем мире. Так, еще в 2015 году изобретатель Хэнк Джонкерс из Деловского технического университета показал инновационный метод для восстановления трещин в бетоне при помощи бактерий. Принцип технологии прост. В бетон добавляли капсулы с особыми бактериями и питательными веществами для них, которые активировались, как только туда попадала вода. Треснувший бетон с влагой отстраивался, заполнялся известняком, который продуцировали бактерии. Кроме этой биотехнологии, есть другая альтернатива от корейских исследователей, где в бетон добавляются капсулы определенного полимера. Он также под действием влаги и солнца начинает реагировать, разбухать и заполнять трещину. Американские ученые также разработали биобетон со специальным ферментом в составе, который реагирует с СО2, выделяя кристаллы карбоната кальция, по характеристикам похожим на бетон. И таким образом, миллиметровые трещины восстанавливаются за сутки. В настоящее время бетон дорабатывается и доводится до совершенства. Однако очень скоро эта инновация станет обыденным делом. Применять такую технологию можно будет как в производственных масштабах, так и в хозяйственных целях. Ну а теперь, наконец, поговорим о компьютерной технологии, о которой мы упоминали ранее и которая помогает в разы облегчить строительный процесс. Основное преимущество в строительном мире достигается посредством слаженной, скоординированной работы специалистов различных направлений. Доступ и обмен строительной информацией, касающийся всего жизненного цикла здания, реализуется за счет внедрения в проектно-строительный процесс технологии BIM. BIM, или Building Information Modeling, информационная строительная модель. Она включает в себя использование интеллектуальных 3D-моделей, приводит к лучшему документированию строительного объекта и более продуктивной совместной работе специалистов за счет передачи моделей от одних участников проекта к другим. Многочисленные задания, выполняемые различными участниками проектно-строительного процесса, связываются между собой за счет обмена информацией, накапливающейся в 3D-модели строительного объекта. Преимущество концепции BIM заключается в том, что решение отдельных задач, например, связь между деталировочным чертежом и чертежом на изготовлении, либо связь между архитектурной и конструкционной моделью мгновенно приносит результаты. На этом наш список подходит к концу. Стоит сказать, что строительство одна из сфер человеческой жизнедеятельности, где новые технологии и материалы особенно быстро находят свое применение. И с каждым днем технологические новинки удивляют нас все больше и больше. Вполне возможно, что в ближайшем будущем изобретения станут еще невероятнее. Если это так, то вы узнаете о них первыми. Просто подпишитесь на наш канал. А пока у нас все. Всем хорошего настроения и до следующего интересного видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok